Лабас, мы опять в Эдинбурге. Вот, смотрите, я даже букинга не делала. Мы, значит, находимся на Дворцовой площади возле замка. Это музей, это старинный замок. Самый-самый первый, что есть в Шотландии. Здесь военные казармы, тюрьма военная, королевские. Паласы самые первые, с умством, все есть. И вот это вот площадь вот такая вот, посмотрите, какая страшненькая очередь. Я даже билета, даже букинг онлайн не делала, потому что среди такая очередь. Это вот змейка вот такая вот она стоит. Холодно, погода хорошая. Ураган прошел. Все, мы, короче, прогуляемся по королевской мере. Вот, смотрите, короче, это все замок стоят в крепости. А мы погуляем по королевской миле. Королевская миля, это шотландская миля есть. Если в Англии миля километр 600, в Шотландии шотландская миля километр 800. Немножко отличается. Все, и вот мы пойдем вниз по королевской миле. Зайдем сюда, зайдем туда, погуляем, посмотрим, что. Говорю, ураган прошел. Тут ночь у нас так кидала по дороге, так метала. Теперь только холод остался. Будем заходить везде. Дороги, чтобы не так мерзут нам на улице. Вот, может, тут зеркала такие кривые стоят. Мы можем в этих зеркалах постоять. Смотрите. Пока хочем. Как нас тут разнесло. На, вот там. На. Тут ребенку скажешь. Какие мы стройненькие, посмотрите. Это я. Теперь еще одна карта. О, какие мы маленькие. Смотрите, коротышка какая. Крывая всякая такая. Тут много таких плозов, таких двориков. Смотрите, давайте позвольте. Много, много маленьких таких. Мы сегодня по дворикам походим. Да, вот смотрите. Какие. Зато дворы. Куда это они заходят по этой лестнице? Домой. И ты. Вот такой дворик. Вот. Этот собор, вот и в прошлый раз тоже не работал. Даже не зная, что это такое. Он, конечно, помер. Постите, какой дядя. Без головы. Дяденька без головы. Вот сейчас зимой на волынках не играют. Кабик. И вот такой вот собор. Но и летом он тоже не работал. Я не знаю почему. Смотрите, как красота. Гуляем дальше. Потому что слышу волынь. Я хочу шотландскую шапочку. Я летом видела, не купила. А теперь хочу шотландскую шапочку. Кстати, вот давайте про королевскую милю. Мало того, что здесь всякие королевские процессии были. Эдинбург расположен на трех вулканах. Самый первый вулкан есть. Это Эдинбургский замок. Расположен на жёл. На жёл для жёрля. Как он там вулканом, что называется. Вот. Вулкана. Второй вулкан находится внизу. Мы сейчас к нему пойдём. Ну, давайте зайдём сюда. Галерутский дворец там расположим. А вот эта вот дорога, вот эта вот вниз как идёт. Это было такое ущелье, по которому стекала лава. Потому что тут выше всего за вулкан. По нему стекала лава вниз. И получилась естественная. Из лавы, когда отзыва застела, получилась такая естественная дорога вниз. И вот её и сделаю там внизу. Построили замок. И получилась такая королевская миль. А-а-а. Шерстяных этих всяких посмотрим. Штландии нам, Гленту немножко. Ну, шарфики, конечно, не шерстяные уже, они дорогие. Посмотрим сейчас, почему эти шарфики такие красивые. Шерстяные 45 фунтей. Если два будем брать, будет 70, по 35, 10 фунтов скидка будет. Зачем у нас два шарфа? Если я один уже имею. Нет, здесь шапочки такие. Девчачьи. Я купила в магазине. Я видела, но я тогда не купила. Так вот. Значит, один вулкан. Замок расположен на вулкане. Вот, видите, какие парни идут. Ух ты, жила. Вот, второй замок, Галерусский дворец, второй вулкан. Это Галерусский дворец там расположен. Вот. А третий вулкан, он естественным островом есть в пустье реки. Прям вот как заходить в Эдинбург. Там искусственный остров, на котором есть... Какие парни, боже мой. Их на них только смотреть и смотреть. Они куда-то пошли. Кстати, вот этот вот дом с этим орлом. Это первый, как говорится, публичный, но не публичный, как приходский дом, который деньги переносил. Это типа самая-самая первая гостиница в Эдинбурге. Она еще даже была без стекол такая. Все теперь без стекла сделали такой музей. Даже не знаю, что он наверху. Она тоже гостиница в стекле, наверное. Так вот, это первый доход, доходный. Вот, как он называет, доходный дом. Все сейчас и словачи забываем. Сука запомнит, надо. Вот, вот с этим вот золотым орлом. Это первый доходный дом в Эдинбурге. В гостинице. Подойти к вискин-шопу. Прям как. Видите, какие бутылки, вот такие они интересные. Эдинбург, вот такие бутылки. Какие бутылочки сувенирные, да, вот такие. Ну, конечно, цена тут зашкаливает. Видим, вот, скалька на антенду. А вот эти вот эти бутылочки сувенирные. Юра, говорит, очень вкусные, кстати, бутылочки. Не знаю, какой. Давайте. Ну, вы что-то хотите. Кто себе знает, какой-то антендук они покупали, это вкусно. Я бы купила антендук. И вот, вышли мы в Королевскую милю. И я, наконец-то, пришотландилась. Уже, посмотри, какая девочка. Вот, я, смотрите, какая. Что-то, какая шотландка, да? Такая маска сняла, шарфик. Не попала, не вышла у меня по свету шарфик купить шарточку, но... Надо просматриваться, да? Такая шатландка, шатландка. И идёмся гулять. Единбургу. Итак, вот, впереди нас собор святого Джиля, покровителя больных и бедных. Ход бесплатный, только надо добровольно пожертвовать с 5 фунтей. Фунты отличаются. Ценность одна и та же, но денежка-то пизде какой. Горят с нами, Леонтоп. Как ему не холодно, да, у штанов, как вы думаете? Я думаю, ему холодно, да, у штанов? Нет. Здесь есть парламентская площадь. И вот старый парламент. Монумент Мальца Русского, который воспевал Шопандию. Я как бы была в нём, ну, с удовольствием. Мне сегодня куда-то времени надевать, тогда зайдём. Холодно такая, боже, надо перчатки надеть. Пойдём дальше, говорят. Ну, магнитики, конечно. Я уже магнитики сняла. Я с прошлой поездки имею, новых покупать не буду. Никогда не думала, что снять магнитики, это всё-таки так хорошо. Магнитики реально создают какой-то неведомый шум. Так, вот теперь мы подходим к ораторской площади. И вот эта вот колона. С неё ораторы ввели всякие речи. Сообщались королевские новости. Там родился, умер, там приказал, указал. Это вот Королевская площадь. Я этих козиков не нахожу, таких маленьких улочек, что было. И вот немножко уже украсились они. Это что за экспонат такой. Подарок городу в 1824 году. Какая она цветная. Какая она розоцветная. Что ж она-то с собой-то сделала? Боже, это ж лицо у неё. Я думала, там маска. А это лицо у неё уже так изродовано. Итак, идёмте. Адам Смит. Вот памятник Адаму Смиту. Ну, наверное, какой-нибудь родоначальник, военно-начальник, какой-нибудь парламентарий. И вот видите, мы эту королевскую милю идём вниз. Вот так лава истекала вниз. И тут чем дальше, тем меньше народа будет. Потому что все там возле замка крутятся, вертятся, там толкаются. Что, этим по шопам бегать мы не будем уже. Какой-нибудь шнаговистики интересно купили. Какой-то сладкий такой. Так угощали, делились. Ну, в этот магазин надо заходить, да? В такой магазин надо заходить. И сколько это стоит? 30 фунтов такой. Фляшечка такая с рюмочкой. Нет, видите, какой он очень вкусный. Во виске я бы купила. Рюмочкой 75. По 200, по 300 фунтов. Идем вот так. Маколандцы. 269, 29, 270 фунтов. 18 лет Маколандцы. Вес даже. 18 и лишний. 350 фунтов. Ну, как бы, да ладно. Только разговаривать надо уметь. Они так доверяют, вот, из-за туристов, что он на сцене, вот так вот, все зависит на них на улице. Маркет Сквар. Их, это даже холл есть. Старый базар, базарная площадь. И как на базарных площадях всегда было, что? А-а-а, там была музыка красивая. Такой нам в ленту. Во, ты уже ходил. Э-э, не видели. Вот, от Рэдисон. Видите, как красиво там внутри украсывается. Вот там зеркало, по-моему, отружается. Рэдисон. Красиво, да? То есть, да, не остальненькое. Проходик. Вот, такой вот туда вниз, вниз, вниз. Там на округе вокзал, но еще что-то вот такие вот проходы. Вот, здесь, здесь класс вот такие вот улочки. Вот Димбург заменит такими вот жуткими улочками. Ты так как послушаешь, что Димбург такой вот жуткий город. Очень такой вот. Жутких историй очень много. Роганом в ленту. Роганом в ленту. Я захожу, знаете, в маске, потому что теплее. Больше как холодно. Что, ну, все виски шепутут. Виски не пахнут пивом одним. Смотрите, какой магазинчик. Только ради магазинчика жил. И вовнутрь зима. Какая красота. Как сувенилик из Шотландии. Ты злабы. Подружки. Даже знаю, кто такой красивейный. По-фигам, что ли. Застряли. Где-то надо найти покушать. Вот так по Шотландии. Хочешь покушать. Ища. На, по-фигам, бурли, сарма. На, какого покушать. Пицца такая, могу, в Бостоне покушать. Стоит, да? Красивый, да? На, в ленту. А, не такой маленький, маленький замик такой, да? Красивый, да? Такой вот. Сэр. Джонкнов хаус. Скоттиш-стори-теллинг-сцентр. Ой, какой-то даже. Вот такой. Красота, страшная сила. Что я, кстати, заметила. Вот. У меня английские деньги. В Шотландии я уже говорю, есть свои деньги. Я им все даю английские деньги, чтобы мне сдачи дали бы. Шотландскими деньгами, а не английскими дают. Как-то так вот соблюдают раритет. Если бы я дала в шотландский, они мне дали в шотландский, наверное, на запах, да? Они даже на работу ходят, смотрите, тут ревят в коробке. Видите, тут? Красивый камень. Боже, чтобы у нас так ходили бы в сарафанах или в шареварах, да? Здесь, конечно, тоже истории много. Здесь будет музей Эдинбурга. Но покушать-то не особо нигде есть или что-то такое не то. Ох, как тут зелененьким украсились. Как тут цветочками украсились. Вау, вау, вау. Покоро в рапс. Ну что они везде кормят каким-то есть? Хожу, что не мексиканской едой. Что, в Шотландии приехала буритов покушать? Ох, смотрите-ка, там какой-то сквер красивенький. Да, вот такой вот. Вот впереди сейчас дом с балкончиком. Так вот тут какой-то король своей фаворитке подарил дом. На королевскую нилю, чтобы она любовалась бы видами. Вот, хорошо быть у короля фаворитки, да? Вот тоже магазины пустые. Может, даже и цены ниже. Фуджи-хаус, вот это их национальная конфета. Национальная конфета фуджи. Там вот девушки нарезают, делают. Фуджи-хаус. И вот этот вот дворец. Не дворец, а дом фаворитки. Хотели бы такой домик, который пустит короля? Я б хотела бы. Невероятно. Ты что, заходи, там все красиво внутри. Вот, смотри. И опять, видишь, башенька какая. С часами. Где-то здесь... О, какой рыцарь. А вот здесь. Ай, как они ее засрали, Диану-то. Мемориал Тартан. Ай-яй-яй. Как они ее засрали. Ай. Ну, вот говорили, что и даже сыновья. Какая бы там она ни была, развелись, нервы здесь. Но она мама. Почему они так ее отвергли? Ни на могилу, никуда. Говорили, что мне есть здесь. Вот музей Эдинбурга. Посмотрите, какой маленький дом. Музей Эдинбурга. Тут, конечно, все совмещено. Вот это вот, да, с белой вот этой вот мансардой. И вот это вот желтенькое здание. Это все музей Эдинбурга. И вот мы подходим. Как херп, вот. Катедраус. Вот. Какое-то тут написано, так не очень похоже. Welcome to Crenogate Kirkjart. Вот. И вот это вот герб на здание. Означай же здесь королевские особы ходят сюда. Здесь, кстати, венчалась одна из внучек королевы. И сама королева, кто здесь бывает, именно в этот вот собор ходит на службы. Вот. Ну, а здесь такой вот мемориальчик. Не знаю, стоит вокруг идти, не стоит вокруг идти. Вот туда наверх я хочу забраться. Вот этот пантеон и все другие там сооружения. Вот эти вот. Вот на этой горе. После войны. Вот на той горе. Если я туда поднимусь. Там таких странных сооружений всяких. Вот это, это, кстати, вот этот вот пантеон, такой в греческом стиле. Это памятник поэту, который воспевал Хагис, национальную идушку шотландскую. Вот. А там на горе потом вот типа греческого пантеона, такой вот еще есть, там обсерватория такая вот есть, такая башня смотровая. Там еще всякое-всякое все настроено. Это во время, в той мировой войны, когда город был сильно разбомбен. В Шотландии меньше уделялось внимания, чем самой Англии. И здесь не особо-то, здесь хозяйств как такого нет. Ничего, ну, было все разбомблено. Все в депрессии, все без работы, ничего. И было такое волонтерское решение таскать вот эти все камни, вот эти развалины, чистить. Как бы, говорят, приятное с полезным. Значит, чистить город, развалины, все обломки. И вот из-за того, из-за тех вот обломков, останков и всего вот этого всего построили там вот эти всякие сооружения. Пантеон они достроили, потому что кончилась депрессия, кончились деньги. И теперь его называют позором Эдинбурга. Но, я так считаю, не позор, а история. Может, мы туда еще пойдем? Ну, вот их пантеончики. Вот здесь очень много, где вот эти вот лазы стоят. И накрытие платком, ну, этим их ним. Только они должны быть в клетку, по кланам там, ну, вот без клеток. И они вот этот вот кубок на памятнике и покрыт плетом тартаром, тартаном. Покрыт обратная сторона королевской милии. То есть, за дворки. И королевский. Окна чистые, длиннозайки. Сейчас внутрь свет горит. А кто-то из королевских зуб есть. Ну, полиция стоит охраняет. А, ну, Robert Ferguson, скотиш поэт. А, вот. Так, это, может, ему и построен там этот пенсион. Поэт, Robert Ferguson. Идет. Что в Шотландии на Рождество. Ну, холодно все время на улице, знаете, уже тоже продробно. И вот такие вот всякие ягушечки. Можно даже вот такой вот повесить. Овечки. Повесить можно. Ну, какие-то всякие остыканные. Вертепчик даже нужно, вот, видите, вот такой вот. Вертепчик, ты короля. Это только мальчики, да? Кейт. Джозеф. Я как волынку покупала, я в центре заплатила за волынку 30 фунтов. А здесь какой-то магазин зашел, тоже волынки были, или они уже были по 20 фунтов. Чувствуете разницу, да? Где покупать? О, какой красивый дворец. Public school. О, общественная школа. Merton House Public School. Вот такая же школа. И вот мы сейчас подходим, вот уже такие вот заборы, такие вот, чтобы не перелезть. Это новый, современный парламент Шотландии. И так, вот это вот шотландский парламент. Новое здание, новострой. Он вызывал обширные споры в уцелении, что он такой, вот видите, современный дизайн выделяет. Он бывает, впускает, впускает у него при подвизите их здесь на век. Вот мы уже шесть дней в понедельник выйти вовнутрь, посмотреть, что там. И вот так впереди нас Галерусский дворец. Не уверена, что в него пускают. Ближе к парламенту пойдем. Вот тут старые куски, видите, такие вот, влепленные. Тут, короче, такое историческое, новое, но с такой, с историей издания. Вот уж парламент. Ну, вряд ли они нас отпустят. И вот мы пришли к Галерусскому дворцу. Всю королевскую милю прошли. Вот полиция. Полиции много. И вот. Галерусский дворец здесь летняя резиденция английской королевы. Принц Филипп был графом Эдинбурга. И вот. Это его дворец, или это резиденция королевы. И вот тут вот Галерусский парк со своими вулканами, вулканом. Как мы говорили, что один есть на горе, где есть замок, и вот второй здесь вулкан. Они говорят, вообще-то говорят, что это действующие вулканы, они не спят. И по сути, это так выходит, что они в любой день могут извергнуться, да? И что останется тогда? Сколько тут пускают? Сори. Сколько тут пускают во дворец на каком-то расстоянии. Вот даже женщины шотландских. Корона. Видите, вот снятая. Ну, я сегодня не пойду, потому что у меня... Это Галерусский парк. Это королевские охотничьи угодья. Когда-то здесь камень этот откалывали для построек города. Вот там эти вот шпили, где такие вот торчат, там музей земли. Нужно посмотреть. А вот этот вот грядувает, эту Галерусскую, ее когда-то скололи, откалывали и использовали для строительства. И парламент психоинтересный. Ну и все. Спасибо, что смотрели. Мы прошли с вами. Мы по королевской миле в Шотландии и в Эдинбурге. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрели. Ну и вот. Королевская миля и немножко протестиков нам в ленту, чтобы не казалось все чистым праздником. все красненькие от мороза. А, тут все за Евросоюз. Музыка такая, да, такая, как на эшо фото идут. Красиво, без всяких вандализмов, без ничего. И пошли к Галерусскому дворцу, потому что здесь так полиции много.